Хорошие новости приходят из Херсонской области. Поговорим об этом с Сергеем Хланем, советник головы Херсонской военной администрации. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, мы из Украины. Херсонщина – это Украина. Слава Украине! Героям слава. Расскажите, пожалуйста, как много населенных пунктов уже освобождено в Херсонской области, в частности, в последнюю неделю была информация о том, сколько их за октябрь освободили. И расскажите, что видят украинские воины, приходя в эти населенные пункты, как их встречают местные жители, и что рассказывают о условиях, в которых приходилось жить при оккупантах? Сначала контрнаступательных действий вооруженных сил Украины, как раз, и это даже не до октября, это за последние 10 дней, так лучше звучит, по крайней мере, за последнюю неделю наши вооруженные силы существенно продвинулись и освободили 1170 квадратных километров, 29 населенных пунктов, и сегодня как раз последние 5, не последние, а будем так, освобожденные населенные пункты на сегодняшний день, 5 населенных пунктов официально озвучено, как раз это Нововасильевка, Новогригорьевка, Новокаменка, Трофимовка, Червоная, это те населенные пункты, которые фактически подытожили вот тот котел, который с начала месяца начали брать вооруженные силы Украины расистов, продвигаясь как раз от Осокоривки до Дучан, это если мы говорим по берегу Днепра, и от Высокополья до Давыдова-Брода, это если мы говорим по берегу речки Ингулец. Фактически взяв врага в окружение по руслу двух рек, мы сегодня замкнули вот это окружение, замкнули этот котел освобождением вот этих 5 населенных пунктов, и на сегодняшний день линия фронта абсолютно выровнялась. Оккупанты сейчас сосредоточили свои усилия на защите Береслава, они считают Береслав таким фортификационным городом для того, чтобы не допустить контроля наших вооруженных сил над правым берегом как раз Днепра с точки зрения плотины Каховской ГЭС, потому что Каховская ГЭС на сегодняшний день все-таки еще используется оккупантам как транспортная артерия для переброски техники. Мы, безусловно, держим под огневым контролем, но оккупанты, нагнав огромное количество инженерной техники и инженерных войск, пытаются наводить альтернативные переправы, перекидные мосты через Шьюз, Каховская ГЭС, пытаясь переправлять технику. И опять-таки в районе Дарьевки, и мы видели космические снимки, они соединили Криворожское и Николаевское направления тоже альтернативными переправами для того, чтобы сделать возможность переброски техники и живой силы. Но, тем не менее, им не удастся остановить контрнаступательные действия. Наши вооруженные силы уверенно продвигаются вперед, уверенно деоккупируют Херсонщину, уверенно выбивают расшистов. И как раз следующий этап – это контроль Каховской дамбы, дамбы Каховской ГЭС, для того, чтобы обрезать эту транспортную артерию от возможности вообще поставки любого вооружения и любой техники. Это на сегодняшний день такой плацдарм, который мы ожидаем в ближайшее будущее. И это фактически уже можно констатировать о том, что перелом произошел еще, можно сказать, месяц назад, а сейчас мы уже движемся в освобождении, в деоккупации. Сергей, простите, пожалуйста, что перебиваю. Очень мало времени у нас остается для ответа, но вопрос, мне кажется, очень актуальный. Есть информация о том, что Российская Федерация завезла внимание иранских инструкторов по Шахе-136 – это дроны. И сейчас они в Херсоне и в Крыму проводят обучение российских операторов. Что об этом знаете, скажите? Фигурирует поселок Железный порт и Джанкой. Джанкой, понятно, Крым, Железный порт – это Херсонская область. Есть ли об этом информация какая-то? Действительно ли иранцы приезжают обучать русских на Херсонщину? Действительно, иранские инструктора появились, и как раз в Гладковке они уже были уничтожены один раз. И как раз инструктора иранские вместе с опытным экспериментальным, скажем так, майданчиком для использования этих дронов, то в Гладковке уже был нанесен удар как раз там, где вместе с расистами отправились иранские инструктора, туда, где уже не смогут никого инструктировать. Поэтому сейчас эти иранские инструктора вместе с этими дронами «Шахид» все-таки сосредотачиваются действительно от Голой пристани до Железного порта. Почему они выбрали эту территорию? Потому что с этого места легче запускать дроны как раз и атаковать Николаев, сам Николаев. ...откуда они ведут атаку этими дронами. Но уже одна успешная операция по уничтожению этого центра была произведена. Ждем следующих успешных операций. Пусть инструктора вместе с новопришедшими дронами сразу уничтожаются на месте инструктажа. Спасибо вам огромное. Сергей Хлайн, советник главы Херсонской военной администрации, был с нами на прямой связи.